Приближаются выходные дни, погода не обещает быть солнечной, поэтому прекрасным времяпрепровождением станет поход в кино. Тем более, что на экранах появились новинки, которые украсят вечер. На российский экран выходит блокбастер «Элизиум. Рай не на земле». Режиссер картины стал известен благодаря фильму «Район номер 9» фильму «Агеты для инопланетян». В «Элизиуме» он вновь использовал свой излюбленный прием, показал социальные проблемы через призму фантастики. В этом ему помогли Мэтт Дэймон и Джоди Фостер. 2154 год. Элита общества живет на космической станции «Элизиум». Чистота, роскошная природа, высочайший уровень сервиса здравоохранения и безопасности. Это обеспечивает им роскошную жизнь и делает «Элизиум», недостижимой мечтой для всех остальных людей, которые живут на грязной и перенаселенной земле, в гетто и трущобах. Дерутся за глоток чистой воды, а порядок контролируют роботы-полицейские. Кто же сможет нарушить этот уклад? Ответ узнают зрители старше 16 лет. В прокате веселая комедия для зрителей старше 16 лет. Мы – Миллеры. Неудачливому немолодому наркодилеру Миллеру босс поручает ответственное и сложное задание – доставить из одного города Америки в другой огромную партию наркотиков. Понимая, что одинокий мужчина может вызвать подозрения, Миллер решает прикинуться семейным человеком. В своем городе он находит красивую женщину своих лет и двух несовершеннолетних подростков, которые часто попадали в полицию за право нарушения. Миллер создает образ счастливой американской семьи, покупает фургон и вместе с новоиспеченными родственниками отправляется в далекое путешествие. О всех приключениях псевдо-семьи узнают зрители кинотеатра Гавайи. В российском прокате стартует еще одна молодежная музыкальная мелодрама от режиссера «Шаг вперед», «За мной последний танец» и «Сделай шаг». И вот продолжение жанра. Фильм «Сделай шаг, лови момент» в формате 3D. В фильме рассказывается история о парне и девушке, профессиональных танцорах из разных слоев общества. Судьба свела их в одном из ночных клубов Нью-Йорка, где им предстоит вместе работать. Возникшее между ними соперничество быстро перерастает в любовь, напоминающую по накалу страстей шекспировскую Ромео и Джульетта. Романтическая танцевальная мелодрама для зрителей старше 12 лет.